В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Тимур Кулебаев, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана, встретился с бизнесменами караганды. Школой караганды отмечают окончание учебного года. Шахтер обыграл Тарас с минимальным счетом 1-0. В поселке Актау пропал человек. 30-летний Ергенбай Саркыт вышел из машины на дороге, ведущий в поселок, и бесследно исчез. Уже более месяца его ищут родственники, но пока никаких результатов поиски не дали. Подробности в материале нашего журналиста. Последний Ергенбай Саркыт увидела его жена. По ее словам, 20 апреля они возвращались со свадьбы. Мужчина немного выпил и рвался сесть за руль. А когда ему не дали это сделать, он обиделся и ушел. Он всю дорогу приставал к водителю, хотел сам сесть за руль. По минут 15 его отговаривали, но Ергенбай настаивал. Пришлось даже остановить машину. Тогда он сказал, раз не даете сесть за руль, тогда оставьте меня тут. Сильно нас обиделся, вышел из машины и ушел. Через несколько минут мы бросились за ним, но он уже куда-то пропал. Ергенбай работает на цементном заводе в поселке, является единственным кормильцем в семье. Однако родственники отмечают у мужчины проблемы со здоровьем. У него больное сердце, из-за которого он иногда падал в обморок. Поэтому мы обошли уже все больницы области, но сына нигде нет. Я даже не знаю, жив ли он сейчас. Сейчас родственники и друзья пропавшего ищут мужчину около трассы, ведущий в Актау. Именно тут Ергенбай вышел из машины более месяца назад. Сейчас ежедневно в его поисках задействовано десятки человек. А ведь бывают случаи, когда избитый до полусмерти человек теряет память и бродяжничает по городу в то время, когда его безуспешно разыскивают убитые горем родственники. Прохожие на таких, как правило, не обращают внимания, а если и узнают, сообщать об этом не спешат. Родственники ждут Ергенбая Саркета дома и будут бесконечно благодарны за любую помощь со стороны людей. Родственники же готовы заплатить 1 миллион тенге тому, кто найдет мужчину. Жезер Абдраимова, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский. Председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан Тимур Кулебаев встретился с членами Регионального Совета Предпринимателей. Главной темой рабочей встречи стала поддержка и развитие предпринимательства. Самое главное в предпринимательской деятельности – это диалог между властью и бизнесменами. На сегодняшний день есть целый ряд государственных программ по поддержке и развитию предпринимательства в стране. Созданы межведомственные комиссии. Во всех министерствах и государственных органах работают эксперты Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан. Мы провели большую организационную работу. И, как вы уже давно знаете, результатом этой работы стали принять указы Дорога Государства о кардинальных мерах получения предпринимательской деятельности. По защите прав предпринимателей мы подписали соглашение, в меморандуме с финансовой политикой, с прокуратурой республики. И на сегодня работают как на республиканском, так и на региональном уровне комитеты по защите права предпринимателей. Сейчас в стране для того, чтобы наладить процесс по государственным закупкам, была создана общественная комиссия по борьбе с коррупцией. Данная комиссия будет контролировать ход госзакупок, чтобы предприниматели на общих правилах могли получить доступ к реализации своих инициатив. Сейчас для бизнесменов создаются все условия для того, чтобы они получили возможность выпускать свою продукцию на мировой рынок. Особо хочется отметить, что один из важных документов, который получил одобрение со стороны правительства, это единый экономический союз между Белоруссией, Россией и Казахстаном. Мы, как национальная палата, приняли активное участие в этой работе. И более стремленности по праву внести в окончании предпринимательской совершения. И на сегодняшний день, например, более 90% всех наших требований против регламента, по другим вопросам, учителей в документах союзного договора. Я в целом хочу отметить, что союзный договор никоим образом не нарушает наших прав, не нарушает наши субъекты права, дает возможности для бизнеса. И открываем рынки для того, чтобы мы могли поставлять на рынок эти новые конкурентства союза союзного договора. Национальная палата предпринимателей ведет усиленную работу по поддержке малого и среднего бизнеса в Казахстане. Рассматривает предложения бизнесменов, и большинство инициатив получают одобрение со стороны государства. Много задач заходить в Казахстане, но оба ученики в Казахстане и мы будем выработать примерно 5 направлений, которые совпадают и работают и медицинские, и они означают и стратегические задачи в Казахстане в Казахстане. Во всей везде мы поработали в рабочем институте, подали все проекты. Хотел сказать, что порядка 6 проектов, а наше стабилитарное не поступило, они сейчас сейчас в общей карте. И самое главное, у них те приоритетов, которые важны, четко договорились, что сейчас территориальные кластеры, которые будут вести с несемьями властями, правительство полностью согласилось и готово к конституционным советам, где они примерно 50% отбирают решение предпринимателей, чтобы мы совместно с этим актом отбирали в Казахстане проекты предпринимателей. То есть, в Казахстане могут активно сами участвовать, сами подобрать и сами решать отбирать, что этот процесс будет прозрачный, понятный. Лидер нации Нурсултан Азарбаев делает особый акцент на работу Палаты предпринимателей всех регионов республики. В Карагандинской области данная деятельность набирает свои обороты. Защищаются интересы предпринимателей, государством дается карт-бланш для развития малого и среднего бизнеса. В Казахстане должна производиться продукция, которая будет востребована не только в нашей стране, но и в других странах мира. Ведь от этого зависит экономическое состояние Казахстана. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Карагандинская республиканская военная школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова отметила свое 30-летие. Сегодня это один из лучших образовательных центров Казахстана. Славу военного интерната составляют его преподаватели и курсанты. На сегодняшний день выпускники школы-интерната проходят службу в рядах Вооруженных сил Казахстана, Российской Федерации и других стран СНГ. Работают в различных отраслях народного хозяйства. Являются политиками и бизнесменами. Но главное их предназначение – защита Родины. Государство и общество ставит перед вами ответственную задачу защищать Родину. Президент страны, Верховный главкомандующий Вооруженными силами Республик Казахстан, Нурсултан Абиш Назарбаев отмечает, что в условиях нынешней международной ситуации наша армия должна соответствовать новым высоким военным стандартам. Научные, военные и общественные достижения выпускников школы можно перечислять бесконечно. Кратко – это престижное военное учебное заведение с углубленным изучением языков, литературы и военно-физкультурной подготовкой. Военная школа гордится своими первыми наставниками и основателями традиций, например, Тастанбеком Яслинтаевым, который сегодня является председателем Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры. Почетные гости с удовольствием осмотрели спортивный зал, познакомились с победами курсантов на различных соревнованиях. Особое внимание было уделено современным учебным классам. Высокопрофессиональный преподавательский состав не оставляет сомнений, что, как и 30 лет назад, сегодняшние воспитанники военной школы станут военной элитой Казахстана и смогут с честью доказывать, что они достойные продолжатели боевых подвигов Талгата Бегетинова. Сергей Высокосов, Габидин Курышбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Для школьников Кукпикты прозвенел последний звонок. Несмотря на последние неблагоприятные события, жители остаются в хорошем расположении духа. В добрый путь выпускников проводили всем поселкам. На праздничное мероприятие побывал Акимобласти Бауржан Абдишев. Школьная форма, костюм, цветы – все как положено. Для школьников последний звонок – это радостный и параллельно грустный праздник, ведь они прощаются со школой, где получили знания. 11 лет преподаватели наравне с родителями воспитывали и учили будущих специалистов страны. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев поздравил выпускников с окончанием школы. Сегодня по области такие же ощущения испытывают более 7 тысяч выпускников нашей области, которые сегодня также стоят на последней линейке, на празднике последнего звонка. Я убежден, дорогие выпускники, что вы благодаря этим знаниям в будущем будете достойно служить своему Отечеству. На сегодняшний день школьники поселка получают всестороннюю поддержку. Управление образования области организовало для детей отдых Кукшетау. С 5 по 21 мая в лагере Балдаурен дети с пользой провели свой досуг. Среди них была и ученица 8 класса Айзада Умарова. Сегодня для нас особенный день, последний звонок. Сейчас у нас в поселке все налаживается, нам оказывают помощь. Недавно мы ездили к Кукшетау и хорошо отдохнули. Всем большое спасибо. Для учеников годы учебы запомнятся надолго. В стенах родной школы остаются самые теплые воспоминания. Выпускник Канат Умаров говорит, что главная его мечта – это успешно сдать ЕНТ и получить хорошее образование. Сегодня мы, как и все школьники, радуемся последнему звонку. Даже если в нашем поселке были серьезные трудности, мы стараемся все преодолеть. Нам все помогают. Сейчас для выпускников нашей школы главная задача – это сдача ЕНТ. Всем желаю успехов. Этих ребят впереди ждет единое национальное тестирование, где они будут показывать полученные знания в стенах школы. Остается пожелать всем выпускникам нашей области удачи. Гульнор Жакен, Улжас Габасов, Пахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Прозвенел последний звонок для выпускников всех школ. Прозвучал он и для воспитанников областной специальной школы-интернат номер 3 для детей с ограниченными возможностями. Поздравить выпускников в учебное заведение приехали родители, друзья, родственники, ну и, конечно, сами преподаватели. Было много теплых слов, пожеланий. Кроме подарков ребята получили, наверное, самое главное – слова о том, что в школе-интернате они всегда останутся родными и смогут приходить сюда, советоваться с воспитателями и педагогами. Самых лучших ребят за их активность и участие в школьных делах наградили грамотами и подарками, а лучшими оказались все. Сегодня из стен нашей школы выходит 41 выпускник, которые после окончания основной школы в дальнейшем будут трудоустраиваться в колледже города для получения профессии. Сегодня праздник не только выпускников, но и преподавателей. Праздник и тех, кто все эти годы жил с волнением и заботой за воспитанников. Как бы нам не хотелось продлить это мгновение, но это невозможно, говорит выпускница школы-интерната. Учусь с первого класса. Сегодня наступил день, когда я ухожу из школы. Мне очень жаль прощаться с вами, но я обещаю, что не подведу вас всех. Мне было очень хорошо здесь. Получать дальнейшее образование дети с ограниченными физическими возможностями могут в любом образовательном учреждении, которое имеет соответствующие возможности их обучать. То есть выбор в принципе не ограничен. Жазераб Драимова, Олжас Капасов, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Последний звонок. Во всей стране отмечают это событие. Преподаватели средней образовательной школы номер 64 поздравили своих выпускников и проводили их во взрослую жизнь. Последний звонок – традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу. Выпускники школы номер 64 поставили точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. На линейке награждали активистов школы. Они, в свою очередь, благодарили своих преподавателей. Я учусь в этой школе уже 9 лет. Я сегодня заканчиваю, сегодня последний звонок. Я очень благодарна своим учителям за их труд. Очень не хочется уходить, конечно. Очень привыкли к своим одноклассникам, к учителям. На сцене виновники торжества – выпускники школы. Зазвучал школьный вальс, парами появились выпускники. Вроде бы только вчера они переступили порог школы и пришли в первый класс на свой первый урок. Уже сегодня заканчивают школу. Закончены годы напряженного труда. Многие достигли высоких результатов на районных и городских соревнованиях, конкурсах, участвовали в предметных олимпиадах. Это очень знаменательный, волнующий, радостный день. Радостный для учеников, которые идут на каникулы, отдыхать. И волнующий для выпускников, которые будут давать экзамены и выбирать свой жизненный путь. Всем выпускникам хочется пожелать успехов, удачи. Правильно выбрать свой жизненный путь, чтобы эта дорога не стала узкой тропой. Чтобы они смогли по жизни идти гордой, высоко поднятой головой, отдаваться людьми с большой буквы в любой жизненной ситуации. Удачи вам, уважаемые выпускники. Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека – окончание школы. Завершилось милое, беззаботное детство. Впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. В Карагандинской области состоялось итоговое проведение областного этапа национального конкурса «Мириля-от-Пасе». Целью проведения конкурса было укрепление семьи, пропаганда вечных ценностей, забота совершеннолетних детей о пожилых родителях. Указом главы государства был учрежден День семьи, который отмечается с прошлого года. В этом году проводится впервые национальный конкурс «Мирилы-от-Пасы» по инициативе лидера нации в Республике Казахстан. В городах и районах области в национальном конкурсе принимало участие 108 семей. Из них 36 вышли в областной финал конкурса, где были определены три лучшие семьи. А сейчас я хотел бы назвать семью, победительностью которой будет представлять нашу область в национальном конкурсе «Мириле-от-Пасе». Первое место жюри присудило семье Сапиевых из города Абай. Теперь Серик Сапиев и его большая семья будут представлять наш регион на республиканском конкурсе. Путевку и сертификат победителям вручила Ким Карагандинской области Болжан Абдышев. Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев стал чемпионом и семейным конкурсом «Мириле-от-Пасе». Удачи Сапиевым на республиканских семейных состязаниях. А для всех конкурс стал семейным праздником, где каждый член родной команды получил удовольствие от проведенного времени. Алена Слонько, Оужас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Победа «Шахтера» над «Таразом» порадовала карагандинских болельщиков. Упорный матч разрешился голым только в добавленное время. Со счетом 1-0 футболисты «Шахтера» вырвали победу у «Таразовцев». В рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги «Шахтер» из Караганды принимал на своем поле «Тараз» из одноименного города. Первый тайм прошел на равных. Команды приглядывались друг к другу, обменивались неопасными атаками, что в итоге привело к нулям на табло. В начале второго периода, чтобы обострить атаку, тренер Горняков Виктор Кумыков усилил позиции Романом Муртазаевым и Мехретом Топчагичем, дав отдохнуть двум узбекским легионерам – Соломову и Мурзоеву, а затем ввел в игру «Метателя Вичуса». «Шахтер» стал действовать активнее, заставляя ошибаться оборону соперника. Футболисты «Тараза» стали нервничать, провоцируя Горняков. Во время одной из таких стычек Никола Васильевич толкнул игрока «Тараза», который картинно упал, выпрашивая красную карточку. Завязалась потасовка, но главный арбитр встречи, увидев симуляцию, дал Васильевичу только желтую. Так и прошел второй тайм. А в добавленное время после исполнения стандарта от «Вичуса» гол в ворота «Тараза» и свой третий за три игры в Караганде забил Мехрет Топчагич. На послематчевой пресс-конференции Виктор Кумыков посвятовал, что после игры в «Актобе» было тяжело играть психологически, и эта победа была важна. Похвалил Топчагича, объяснил плохой старт травмами. «Шахтер» остается тренироваться в Караганде, где 27 мая проведет встречу со «Спартаком» из «Семея». Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Аман Сау Болгстар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА